Молодые специалисты «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегаза – это не только перспективные сотрудники предприятия, но еще и люди с активной жизненной позицией, круг интересов которых, как правило, не ограничивается только выполнением производственных задач. В свободное от работы время молодые нефтяники активно участвуют в интеллектуальных конкурсах, творческих конференциях, играют в КВН и занимаются спортом. Тимур Галин и Вадим Галимов – выпускники одного вуза – Уфимского нефтяного технического университета, но познакомились уже, будучи сотрудниками Ноябрьскнефтегаза, а подружились и вовсе не на производстве, а под кольцом. Всегда в тонусе, усталости не чувствуем, не устаешь. Бывает, после работы придешь, расслабиться, идешь в спортзал, побегаешь и все, бодрячок. Оба – любители командных видов спорта. И оба с радостью приняли предложение играть за сборную цеха текущего ремонта и обслуживания трубопроводов один. Во время спорта-киады среди структурных подразделений «Газпромнефт» и «Ноябрьскнефтегаза» они защищали честь своего цеха на соревнованиях по баскетболу. В этом году команда цеха заняла почетное третье место, и свой вклад в такой хороший результат внесли и баскетболисты. Кстати, как говорят сами молодые специалисты, спорт помогает им и в работе. В работе как раз-таки помогает вот это вот чувство команды. Если в баскетболе ты, скажем, надеешься на своих партнеров, так же и в работе. Ты знаешь, насколько человек надежен, и это в течение времени проверяется. Чем больше работаешь, тем больше сплоченности. Любые боевые искусства развивают в себе определенные качества. Это характер, уверенность в себе, упорство в достижении целей. Без спорта не представляет своей жизни и главный специалист управления геологотехнических мероприятий «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» Кирилл Исаков. Его выбор – боевые искусства. В школе увлекался каратэ, а сейчас в свободное время занимается тайским боксом. Олег Зиммер – отличный тренер, один из немногих людей, которые очень, так сказать, ненавязчиво, но упорно позволяют человеку проявить какие-то качества, показать свои какие-то силы, которых ты думал, что у тебя нет. Заставляет тебя переступить черту, перешагнуть через себя и показать, что ты можешь больше. Кстати, по мнению молодого специалиста, между этим жестким видом спорта и нефтянкой есть много общего. Нефтяная промышленность, она предполагает жесткую субординацию, предполагает дисциплину, самодисциплину. Какую-то в некоторых ситуациях даже твердость, в принятии решений, в доказательстве какого-то смысла. То есть вот боевые искусства, они в этом схожи, потому что они дают тебе возможность воспитываться, воспитывать свой характер, чтобы потом его в различных ситуациях жизни применять. Когда пришло время определяться с будущей профессией, решил пойти по стопам отца и стать нефтяником. После университета поступил в магистратуру Центра подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела. Обучение здесь не дешевое, а поэтому обычно за студентов платят нефтяные компании, тем самым набирая себе будущие кадры. Так Кирилл и стал молодым специалистом «Ноябрьскнефтегаза». Начиная с должности специалиста первой категории, в управлении геолого-технических мероприятий он уже через год получил повышение до главного специалиста. Кирилл с детства привык ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Таким его воспитал спорт. Мне нравится моя работа сегодняшняя, мне нравится она как с точки зрения то, что она мне дает в плане, я не говорю сейчас о зарплате, она мне дает какое-то развитие постоянное, то есть постоянно какие-то новые задачи, новые цели, которые перед тобой ставят руководство и должны их выполнять. Это позволяет человеку разносторонне развиваться. Кирилл Мигель, Александр Зайчуков, Ольга Попова и Александр Иванов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова